и здравствуйте и добро пожаловать на канал last warry беларусь мы продолжаем проходить игру never in the nights это дополнение которое называется shadows of undrentied и идем дальше но перед тем как мы пойдем дальше и посмотрим на эти в общем-то практически симметричные хозяи несколько искривленные ну пустынные что ли расщельники такие да это что-то что должно по идея напоминать список если не ошибаюсь но давайте повысим действительно уровень здесь есть кое-что интересное здесь мы наверное все выберем дефолтовое за исключением того что мне по-моему хотелось бы увеличить убеждение тоже хотя не уверен что мне есть на данный момент кого-то убеждать но этот параметр мне всегда нравился и здесь у нас есть навыки посмотрим что стандартное а стандартное у нас уклонение уклонение это очень хорошо дополнительные бонусы соответствующие довольно приятные а также песен барда которые совсем уже дефолтовая ее не уберешь ладно это дальнейшее усилением идем дальше здесь заклинание на заклинание у нас как бы 0 можно применить но можно убрать старые учитывая что у меня то сейчас лезвия нет я не уверен что у меня достану лезвия какое-то и вот это вот великое магическое уже она более универсально по-прежнему довольно неплохой бонус как вы видите плюс один бонус оружие за каждые три уровня и уровня у меня понятно не 3 поэтому у меня есть финт ушами учитывая что всех этих улучшений мне довольно много таких вот до 3 штуки эти два плюс одно базовое про здесь можно видеть я хочу убрать это заклинаниями целение у меня не очень хорошо поэтому я возьму вот это и она мне могло пригодиться это довольно неплохой вариант учитывая что у меня сейчас заканчивается запасы зелий целительных я не уверен сколько я здесь найду и скорее всего у меня вряд ли будет возможность вернуться к какому-нибудь торговцу здесь вообще с торговцами довольно туго где-то начиная с середины игры и поэтому да мы немножко все переставим соответственно мне нужно это счастье мне нужно его перетасамить вот наверное где-то сюда где она и была какой думаете принципе неплохое а хотя нет я его при это сам вот сюда а взамен минимального поскольку минимальная сейчас уже никому никак не поможет совершенно и мы пойдем вперед и как по вашему направо налево давайте на плево сначала может быть давайте только сначала наложим хоть какие-нибудь заклинания и привет ребята вы ребята не то что мы совсем простые но особи рептилообразные гуманоиды 7 футов понятно ребята своего рода хищники но похоже против моего друга они несколько бесполезны не думаю что у них есть при такой сложности какой-то серьезным но мы могли бы посмотреть да пару пищечек есть болты мне эти не нужны у меня есть получше если я не ошибаюсь есть одна монетка статуи такие замороженные я думаю что он мог бы попробовать на одной из них эту мазь но скорее всего они вряд ли захотят со мной разговаривать а разозленные а понятно тогда мы их не будем размораживать обратно а а то ведь это чревато дополнительными проблемами которыми не то чтобы очень сильно нужны а касательно моей экспы мы до следующего уровня до 10 я уже даже не знаю доберемся ли так что там 50 очков экспы или сколько тут опыта мне 11 тем более вообще ни на что никуда не повлияют давайте еще раз мало ли что здесь есть вокруг аха а это что мантикора окаменевшие я думаю она тоже не будет счастлива меня видеть поэтому мы ее отмораживать раскаменевать не будем а здесь наверно другая пачка этих ребят до воинов меня в основном интересует шаман до свидания да дело идет довольно легко на правда это просто интродукция видимо а к данной части игры дальнейшей игровой зоны поэтому ничего особо удивительного и на какой-то особый лут и ништяки я тоже опять-таки совершенно не рассчитываю что три монеты на этот раз они одна в три раза больше можно сказать 300 процентов разницы но в данном случае это совершеннейшее нерелевантно поскольку численное количество но просто смехотворное здесь у нас разрушенный храм и там будет наверное главная антагонистка если может конечно так по родам склонять слова может быть я проверю что вокруг и потом мы пойдем вниз поскольку здесь-то особо не с чем разговаривать не приходится а нет все таки приходится фигура в капюшоне ну чтож я рад что мой помощник из фармиан никуда не убежал и не испарился это безусловный плюс знаете ли да и здесь есть одна фигура фигура давайте посмотрим непреодолимый это довольно плохо окей значит это может быть брак может быть да может и советчик но на советчика она не похожа это теперь жару не горит и давайте-ка я хотя бы чуть-чуть подготовлюсь хорошо еще раз наконец-то и тоже песенку барда и теперь я готов чуть-чуть говорить наконец наконец-то здесь чтобы присоединиться ко мне ко мне это кому как я ожидала но ты мне тоже подойдешь скажи мне у тебя есть какое-нибудь и во-первых зачем тебе мое имя во втором ты похоже не представилась но я похоже знаю кто ты да это неплохо особенно для меня что у нас тут мара да верно да да поскольку компаньонов меня немного на похоже это дама довольно неплохо осведомлено она ожидала что дроган сможет прорваться через ее ловушки но он их незаметен и поэтому впал в просак ну что же бывает и теперь он мертв но зато есть мы и мы можем за него отомстить я думаю это довольно паршиво окаменел может быть это и не конец уже знаешь я юродис дочь медузы и великой чародейки ну он когда-то конечно летал вот теперь уже не летающий тем не менее руины какие-то действительно остались и есть наверное какие-то подземелья в храме давайте посмотрим что здесь у нас к сожалению в нем все мои бафы сбили к чертям собачьем да и это лицо совершенно нехорошее конечно андром тает больше не летает он развился землю много много лет назад когда со всеми другими летающими городами на перила произошло то же самое самое как бы там ни было андрон тает погребен глубоко в песках времен и совершенно лишён жизни на то чтобы подняться вновь ему потребуется вся мощь древнего не так вот что ты задумала ну что же имея в распоряжении уникальную летающую базу конечно нужно много делом творить с твоими то магическими способностями тем более сила которую вы принесли мне в форме мифолара оооо я чувствовала что он был рядом я надеялась что моя довольно открыто показанная спина в портале принесла бы его мне и вот вы здесь теперь андрин тает поднимется опять и вся сила древнего монетрия что лежит в его пределах теперь будет моя весь фейерун услышав моё имя задрожит от страха а ты ты мой окаменевший субъект тебе будет предоставлена честь быть первым монументом моей победы вам придется смотреть на это какая милая беседа я бы сказал монолог потому что я то ответить понятное дело не могу но вот за меня может ответить этот товарищ на которого такие знаете ли чудеса и ну не то чтобы иллюзии но все таки они не действуют поэтому посмотрим что дальше будет дама похоже прихватила мифолар я так думаю полагаю хотя теоретически он мог бы отметить вместе со мной но видимо на одежду камень распространяется а вот на сумку уже нет мифолар принадлежит ей наконец то получив его она начала проводить древнейшие инотерийские ритуалы потерянные в прошедших эпохах но вновь открытые юродис и теперь используемые ею чтобы полностью завладеть силой мифолара вам известно что андрон тайт непременно ответит на ее зов и тогда силой мифолара город поднимется из песков а наврока возносясь в небеса где он парил так давно неплохое видео еще одна кат сцена но на этот раз на движке мы там мазь оставался кстати в сумке раз но не заморожена красивая статуя то вы могли бы ее использовать вперед берите ее хозяин аштара будет доволен нами мне все это не нравится ну вот все отлично эй поможете это было нужно аштаре а есть что-нибудь что не нужно хозяину вперед осторожно убираться отсюда без статуи я никуда не пойду да тайминги здесь явно не идеальные ну что же поделать качество локализации довольно пошире так это вас надо благодарить за обвал в шахте нет это вся земля мы не виноваты что она мы принесли вам статую я вижу что вы принесли почему вы думаете вы еще живы нет вы этого не сделаете не выводите меня из себя я хочу чтобы этот проход снова расчистили да хозяина стара итак мое прелестное произведение искусства мы здесь одни привет привет ты не просто украшение верно как ты блин догадался капитан очевидность о да ты выглядишь так естественно так не похоже на стилизацию популярную в древнем нетериле вот дай-ка я надену этот ошейник тебе на шею ммм ты чувствуешь скоро почувствуешь это ошейник работорговца предприимчивый торговец сделает деньги как может видишь ли окей так мы перевозим рабов через пустыню в виде камней бизнес конечно любопытный не нужно кормить вас не нужно тратить драгоценную воду на ваши жадные глотки примерно через час ты снова начнешь чувствовать свою плоть когда это случится когда это случится раб мой приходи поговорить со мной в соседнюю комнату потому что я нуждаюсь в твоих услуг вот так он и не совсем договорил есть здесь неволники есть здесь также и завал нет больше моих друзей и знакомых посмотрим что осталось от моего инвентаря кто кого будет приканчивать ошейников я никаких не вижу посмотрим если какие то эффекты здесь эти ребята просто между собой ссорятся может быть или нет они типа отрывают пытаются отрыть все эти завалы разобрать но у них скажем так фразы дефолтовые на это действие прописаны как простая атака еще одно преимущество или недостаток локализации которые да не замечательные но может быть нынче они получше бывают асаби ладно что у нас здесь есть не похоже чтобы здесь было что такое такое уж негативное поэтому мы сохранимся и посмотрим что нас впереди ждет давайте за собой дверь закроем и теперь у нас есть возможность поговорить вот с этим таким скажем так засранцем кажется что вы стали моим рабом быстрее чем я ожидал жаль статуи намного легче перевозить да откуда ты знаешь общий язык окей и да я и рабом конечно же вряд ли буду с ним буду я такого самодовольного идиоту как ты да я вообще против рабства знаешь ли еще со времен Морровинда когда мы мужественно или женственно освобождали хаджетов и органиан из рабства более другой расы да в поисках наверное ништяков поскольку здесь то раз город пал значит наверняка что то и осталось а учитывая что он торгует сход с рыбами наверняка рассчитывал на что-нибудь вкусное или хотя бы дорогое выпивать с контактами иногда бывает полезно если вы себя можете контролировать какая славная идея немного нечестная но чего от него еще ожидать в принципе а вот это уже хуже ошейник у нас конечно номинальный но это означает что мы не сможем нанести его похоже урон и поэтому да могут возникнуть некоторые проблемы симпатичные я бы не сказал что это именно такое же симпатичное но ладно и именно отсюда действительно и взялись эти толчки похоже кое-что до сих пор осталось здесь но посмотрим что ждет впереди я полагаю рано или поздно мы ее все-таки настигнем ладно похоже это действительно не прокатит но стоило пытаться наверное немножко горе мы ладно ну реакция конечно неблагоприятная но зато я могу наконец-то затариться зельями что конечно большой плюс у меня все еще есть мои 35 тысяч монет которые мне сейчас пригодятся и здесь довольно большой широкий выбор хе-хе ладно давайте переложим камень силы это мне наверное больше не понадобится она была надобна для другой части игры поэтому язычки все продадим мне они совершенно не нужны потом я закуплюсь и немножко посмотрю окрестности а потом мы закончим эпизод ну что ж я продал целую кучу барахла как видите теперь я ну не то чтобы совсем налегке но у меня менее загровожденный инвентарь таким образом стал это все довольно таки легкое средки эти всего лишь стоят 0.2 и может быть некоторыми из них я все-таки воспользуюсь немножко перевооружился взял вместо моего шлема против электрического урона вот этот который разум укрепляет ну и акустическая защита тоже ничего плюс 3 в основном меня беспокоит разум конечно же например эффекты страха и плащик я тоже поменял по моему он у меня раньше защищал от оглушающего урона а теперь у меня есть плащ вот этот который я довольно давно уже таскаю наверное несколько эпизодов скорее всего но он уже иммунитет дает против паутины и против яда улучшенный спад броски ну и конечно есть варианты с амулетом но амулет я наверное оставлю здоровье поскольку реально вот эти вот иммунитеты против яда против болезни против понижения способности очень хорошие поэтому частично она конечно отменяет вот этот эффект да спад броски яд какой черту спад бросок если у меня он в принципе невозможен но вот паутина да по-прежнему довольно неплохая скипитор кстати воскрешение 5 зарядов любопытная штука на чертовски дорогая у меня столько нет как видите я вы торговал 10 тысяч монет примерно но все-таки это еще далеко не все и сейчас я закуплюсь зельями и мы пойдем немножко дальше цены не бог из какие но выбора у меня нет интересная сумка конечно для призвания всяких там существ помещается вот такие компоненты результате получаются призванные существа но у нас ты уже небольшая компания собралась кроме того у меня деньги то в общем заканчиваются поэтому мы наверное все-таки пойдем вперед и у меня теперь есть два комплекта полных мешка цветелей и есть также кое-какие вот такие мерчачки и не учитывая конечно а вот эти возили исцеления критических ран поэтому на этом здесь все можем ли мы отдохнуть мы можем отдохнуть по крайней мере здесь ладно поэтому я иду вперед может где-то здесь мы обнаружим ага мы обнаружили и могли бы наверно ей помочь где-то у меня было к счастью осталось эта штучка привет привет мы попали в рабство временно но мы возможно из него выберемся если будем действовать вместе ладно пошли вместе я думаю все таки двоем будет проще чем одному и наш друг мирмах помнен остался там надо полагать уметь и назарийские ребята все еще не нравится честно говоря эти перечень нравится еще больше а опоздал поскольку этот город пытается подняться с помощью нашей юродис вверх вверх поэтому да нас ждут интересные времена так оно и есть не развалится ли он в процессе это конечно хороший вопрос давайте мы может быть сохранимся здесь хорошая точка ух ну-ка ржавый длинный меч это не впечатляет скоробей защиты я могу наверное продать и простые стрелы мне не то чтобы очень нужны так что мы возьмем вот это пока что переложим на вкладку всякого хлама и чуть-чуть посмотрим а то есть это типа уличных указателей а это собственно город не откроешь ли комнату давайте кстати бонусом и лучшим дела восточная часть а значит это кварталы хорошо но на кварталы мы будем смотреть в последствии вещички некоторые мы пожалуй все же таки возьмем далеко не все поскольку оружие здесь конечно же вышло из строя довольно давно привет у меня кстати хороший плащик против паучков их сетей и против яда тоже кое-что есть так что ребята вам честно говоря не повезло привет привет яд не пройдет а вот обычного вполне кстати давайте попробуем ради высшего блага у нас не знаю как выше но по крайней мере довольно таки и низкая тоже ну что ж есть у нас какие-нибудь остатки нет нет ни остатков никаких к сожалению не присутствует но есть легкий молот ржавый к сожалению поэтому братья мы его не будем так что да вперед вперед и вперед здесь у нас есть наверное несколько районов есть и хранитель щита который парень довольно крепкий так что до встречи в следующем эпизоде Last of War Беларусь мы с вами субтитры и